Добрый день, дорогие друзья. Разрешите представить генерального консула Российской Федерации в городе Лейпсик, Дронова Андрея Юрьевича. Спасибо. Добрый день. Уважаемый Андрей Юрьевич, скоро в России состоятся выборы, как все мы знаем, президента Российской Федерации. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об этом и смогут ли российские граждане, находящиеся здесь, у нас в Германии, отдать свой голос и проголосовать? Спасибо большое. Все знают, что 18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Это происходит в соответствии с российским законодательством и Конституцией Российской Федерации. И, безусловно, все избиратели, которые живут за рубежом, должны иметь право отдать свой голос, то есть осуществить свое конституционное право на участие в выборах. В Германии образованы избирательные участки во всех российских загранучреждениях, дипломатических учреждениях и консульствах. Плюс к этому образованы выездные избирательные участки, на которых граждане могли проголосовать немного раньше. Если говорить о Лейцоге, в консульский округ которого входят Саксуни и Тюрингия, то все граждане России, достигшие совершеннолетия, имеют право проголосовать в нашем генконсульстве, где будет образовано два избирательных участка. Для того, чтобы проголосовать, гражданину России достаточно действительного российского документа, удостоверяющего его личность. Такими документами являются заграничный паспорт, общегражданский, дипломатический заграничный паспорт, служебный заграничный паспорт, либо внутренний паспорт гражданина Российской Федерации. Для того, чтобы быть внесенным в избирательный список, достаточно просто прийти на избирательный участок и сделать устное заявление, и тогда гражданин будет дана возможность проголосовать. Так что мы все ждем 18 марта у нас в генконсульстве, участки будут открыты, как и в России, с 8 утра до 20 часов по местному времени. Ждем вас у нас в генконсульстве в воскресенье 18 марта. Андрей Ильич, скажите, пожалуйста, какие меры безопасности предусматриваются во время проведения выборов президента Российской Федерации, в данном случае в Лейпсике? Конечно. Мы работаем с местными властями, с властями Германии на федеральном уровне. В МИД Германии была отправлена нота со всеми адресами, где будет происходить голосование. Безусловно, мы рассчитываем на содействие германских властей в обеспечении безопасности. Надо сказать, что это взаимодействие идет очень конструктивно. Мы очень признательны властям земли Саксонии, земли Тюрингия, местным полицейским силам, руководителям полиции и руководителям города Лейпцига, которые обещали, и мы знаем, что это будет сделано, нам полную поддержку и полное обеспечение безопасности наших граждан на территории избирательных участков и на территории вокруг, на прилегающих к избирательному участку улицах. Так что мы надеемся, что все пройдет хорошо, без каких-то нарушений общественного порядка. Наши издания «Мост и Берлинский Телеграф» следят за тем, как проходит голосование, и мы знаем, что уже в Дрездене и Эрфурте 4 и 11 марта состоялось досрочное голосование. Расскажите, пожалуйста, как это проходило? Больше ли людей пришло на голосование, чем в прошлом году, по сравнению с прошлым годом? И вообще, как вы видите участие русскоязычных или россиян в этих выборах? Да, действительно, на голосовании в Дрездене и Эрфурте был очень активный отклик от российских избирателей. Я могу даже назвать вам цифры. В Дрездене проголосовало более 620 человек, в Эрфурте более 470. Это значительно больше по сравнению с выборами в Государственную Думу, которые проходили в прошлом году. Отмечаем активность наших граждан. Многие приехали издалека, из других городов, достаточно отдаленных. Но, должно сказать, что мы постарались создать наиболее комфортные условия для наших избирателей. Были организованы специальные автобусы, которые доставляли российские граждане из мест компактного проживания к месту голосования и обратно. И в целом мы стараемся сделать так, чтобы люди не томились в очередях, не ждали долго своей очереди, тем более, если не совсем хорошая погода. Своими организационными мерами мы стараемся как можно быстрее дать возможность людям пройти процедуру голосования. Но активность, да, мы отмечаем, что активность значительно выше, чем в прошлом году. Тогда у меня еще дополнительный вопрос к этому. Сейчас, вы знаете, в мире очень часто дискутируют по поводу того, как проходят выборы. Что происходит с избирательными вот этими анкетами. Могут ли люди два раза заполнить эту анкету на нескольких избирательных участках? Как это можно контролировать и все юридически правильно сделать? Ну, в соответствии с российским законодательством и оборудованы избирательные участки за рубежом. Все наши избирательные урны прозрачны. Весь процесс голосования, во всяком случае, у нас фиксируется. Избиратель может получить второй избирательный бюллетень, но только если он испортил тот первый, который он получил, и сдал этот бюллетень обратно. Проголосовать человек может один раз. И законодательство Российской Федерации предусматривает определенное наказание для нарушителей этого закона. Поэтому, если кто-то по каким-либо причинам захочет проголосовать два раза на разных участках и так далее, то он должен прекрасно осознавать, что это предполагает достаточно серьезное наказание. Раз уж мы немножко затронули числа, хотелось бы услышать количество ожидаемых граждан России, которые придут голосовать в ближайшие выходные. Вы знаете, нам трудно предполагать, сколько придет граждан России. Мы постарались оповестить все категории избирателей, и наших студентов, и наших пенсионеров, и сотрудников различных организаций, и членов общества наших соотечественников. Включилась Русская Православная Церковь, которая также информировала прихожанам во всем этом. Поэтому мы ждем отклика от всех этих категорий избирателей. Если говорить о том, сколько всего в Саксоне и Тюрингии находится, мы можем сказать только о том, сколько зарегистрировано у нас стоит на консульском учете. Это более 30 тысяч. Но надо понимать, что сюда приезжают бизнесмены, туристы, студенты по обмену, которые не стоят на консульском учете, и которые имеют такое же право проголосовать на наших участках. Судя по тому, что происходило в Эрфурте и в Дрездене, можно отметить, что активность была достаточно высокая, проголосовало более 1100 избирателей. Поэтому мы ждем соответствующей такой же высокой активности в Лейпциге. И именно для этого, для того, чтобы люди не ждали, если будет такая хорошая явка, чтобы люди не ждали в очереди, было образовано у нас в Генконсульстве два избирательных участка и две избирательные комиссии, чтобы люди могли побыстрее пройти процедуру. Спасибо большое вам за эту информацию. Те русскоязычные, которые проживают здесь, на территории Германии, может быть и Европы, увидят эту информацию и будут более склонными к тому, что происходит в стране и в мире. Спасибо. Ну а я со своей стороны хочу поблагодарить ваше издание, всю русскоязычную прессу, которая с удовольствием откликнулась, опубликовала информацию о наших выборах. Я надеюсь, что наши сограждане увидят это интервью, и мы, соответственно, увидим их 18-го числа у себя в Генконсульстве. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.